Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и не только психологическая комьюнити, наши уважаемые контрагенты и просто видеослушатели моего канала. Нас уже более 12 тысяч подписчиков и это меня радует. Сегодня помимо основной работы, которой было масса, я ответил на 12 писем. Много ли это или мало решать вам, я имею ввиду 12 электронных писем полноценных, начиная от слов здравствуйте и благодарю вас. Значит и так далее. Всего хорошего, до свидания. 12 писем электронных. Это надо признаться, для меня по крайней мере достаточно утомительно. В некоторых случаях я даже, если какой-то длительный разговор, длительное письмо, стараюсь писать звук и отправлять звуковое письмо. А в некоторых случаях, в каких-то обобщенных случаях я даже записываю видео. И таких видео достаточно много. Когда я пытаюсь в одном видео ответить на один или на несколько вопросов, посвященных методологии, тестам, пробам, работе с контрагентами, с программным обеспечением или еще чем-то. И, соответственно, сегодня 12 писем. Устал. Это помимо, еще раз повторюсь, основной работы. И сейчас вечер, времени уже к 9 часам вечера, 20.40. Сегодня 30.07.2020. И я решил заснять вот такое вот коротенькое видео. Оно посвящено общению с вами, уважаемые видеослушатели, все. Соответственно, вот такая картинка. Легко запомнить. Легко понять, о чем идет речь. В данном случае на ваших экранах Viber. Значок Viber. И мой номер телефона. Он не меняется. У меня уже более 15 лет. По нему мне можно звонить. Плюс 7 902 26 27 896. Легко запомнить. Кроме того, у меня, в общем-то, большой опыт индивидуального общения через Viber, WhatsApp, Skype и так далее. Тот же самый номер телефона у меня в WhatsApp. То есть, плюс 7 902 26 27 896. Соответственно, значит, общаюсь в большинстве своем индивидуально с каждым человеком в отдельности. Но все равно говорить и что-то показывать, перебрасывать какие-то документы, показывать свой рабочий стол гораздо легче, нежели писать электронные письма. Но я ускоряю их написание, иногда надиктовывая. И тут же мой телефон на Android переводит их в текстовый формат. Иногда выхожу так из ситуации. Но все-таки, признаться, самый оптимальный путь, на мой взгляд, это или совсем обобщенные какие-то видео-видео-ответы, или же вот такое индивидуальное общение. У меня прекрасные и дома, и на работе, прекрасные веб-камеры. Кто со мной общался, знает и видел, как это происходит. То есть, со многими людьми я общаюсь через тот же Viber. Чаще всего общение это происходит. WhatsApp точно так же хорошо освоен. Номер тот же самый. Давайте вот я вам еще раз покажу страницу нашего сайта. Эта страница называется «Контакты». Вот здесь вот она вверху. Здесь все наши явки, пароли, телефоны, адреса, e-mail, почты и так далее, и так далее, и так далее. Значит, мой номер телефона неизменный многие годы. Значит, зайдя на эту страницу, можно увидеть все наши контакты. WhatsApp, Viber, Telegram, Skype и так далее. Почему-то так исторически складывается, что через Viber мне пишут чаще. Ну и хорошо, мне все равно. То есть, отвечать ли по Viber или по WhatsApp совершенно одинаково. Удобнее, конечно, это в некотором смысле делать на компьютере, через веб-камеру. Хорошее качество картинки. Можно легко и просто удобно перекинуть какой-то документ, показать свой рабочий стол и так далее, и тому подобные вещи сделать. И тут у меня еще, ко всему прочему, возникла такая идея. Оксана Леонидовна, если вы меня сейчас слушаете, привет вам. Я помню, может быть, год-полтора-два назад, честно говоря, не помню точно. Вы мне подкинули идею. Я тогда вообще был не в курсах, как говорится, не знал, не умел всего этого делать. Да и сейчас не умею, признаться, этого делать. Проводить некие стримы, конференции, когда меня слушают несколько человек. Да, я умею через Viber и WhatsApp общаться с индивидуальными людьми. То есть, индивидуально там видео и так далее. Сегодня же, с удивлением, прочитал еще раз такую маленькую статью, какую-то непонятно, как я с ней столкнулся. Что вот в Viber можно в процессе общения через Viber пригласить до 20 пользователей в этот стрим, в это общение. То есть, чтобы несколько человек участвовали. Признаюсь, ни разу такого не делал, ни разу. Но, тем не менее, давайте попробуем. У меня есть такая идея. Я, поскольку идет рассылка через YouTube в основном общение идет, я буду задавать какое-то время, предположим, по Москве. Ну, условно говоря, у меня местное время 21.00. Соответственно, по Москве это будет 21, 22, 23.00. Грубо говоря, у меня будет 11 часов. По Москве это будет уже поздненько, наверное. Может быть, Дальние берега, Дальний Восток, Камчатка, Сахалин. Им это совсем будет в полночь. Там не в полночь, а в час, в два ночи. Но можно будет это в дальнейшем скорректировать. Я не знаю, зайдет это дело, не зайдет. Но, в принципе, я готов это время сместить. Давайте, отписывайтесь под этим видео или пишите мне на почту. Опять же, да, мы можем это время скорректировать. Давайте, вот, я вернусь на сайт. Вот у нас есть время работы МПЦ ЭКМЭ по Екатеринбургу, где я непосредственно нахожусь. Соответственно, у меня сейчас на компьютере на часах 20.49. Время рабочее закончено. Но для вас, уважаемые коллеги, контрагенты, друзья, я всегда открыт в любое время дня и ночи, как говорится. И даже там, в любое там ночное время, грубо говоря, там в 9, в 10, в 11, в 12 часов, в час, в два. Ну, в два, наверное, будет и для вас тяжеленько формулировать какие-то логические мысли, как, собственно, и для меня. Ну, одним словом, можно, можно подобрать время и, соответственно, увидеться в Вайбере, чтобы там светилась ли, допустим, веб-камера. То есть, я мог показывать и рассказывать что-то для нескольких человек. И повторюсь еще раз, ни разу этого не делал, чтобы сразу увидеть несколько окошек. Видел это на YouTube, как там люди собираются, там 3, 4, 5 человек сидят, чего-то там обсуждают. У нас сейчас удаленка, у нас сейчас коронавирус, которого не существует. Значит, полстраны, дети учатся удаленно, не ходят в школу, что является бредом собачьим полным. Соответственно, значит, там люди общаются через интернет, значит, по разным причинам. Кому-то это удобно по работе, кому-то это удобно там еще по каким-то причинам. Ну, давайте не буду усложнять. Одним словом, сегодня, на всякий случай, сегодня я включу, значит, свой Вайбер и в 23 по Москве буду доступен. То есть, стучитесь мне в Вайбер, может быть, у нас получится даже некий стрим. Я не знаю, вообще, кто-то выйдет, не выйдет. Тем не менее, Вайбер у меня будет запущен. Давайте я вам покажу. Вот так это выглядит, с моей точки зрения. Это вот мой заместитель, директор. Значит, вот я сейчас в Вайбере. Я не умею общаться с группой людей, но понял сегодня, что это можно сделать технически до 20 человек. Раз и, значит, сидят, общаются на какую-то общую тему. Если это состоится, замечательно. Не состоится, не зайдет, не будет востребовано. Но буду продолжать отвечать почтой, или имейл писать какой-то, или звуковое письмо писать, что для меня крайне удобно. Надиктовал тут же на диктофоне с телефона. Раз, тут же отправил по электронке. Если это небольшой звук. Если как-то еще по WhatsApp можно меня вызывать аналогичным образом. Ну, давайте попробуем по Вайберу. По крайней мере, программа удобна. Я умею ей пользоваться в индивидуальных каких-то чатах, беседах. Когда меня видят, видео видят, можно без видео. Я понимаю, что, может быть, там девушкам будет сложно накраситься там 23 часа ночи, там навести боевой макияж, чтобы пообщаться. Значит, можно это делать без видео. Просто как бы звуком несколько человек могут сидеть, пообсуждать какую-то тему. В конце концов, 21 век на дворе. Можно и нужно пробовать. Нет, значит нет. Да, значит да. Ну, посмотрим. Но пока ориентировочно. Сегодня 30.07.2020. Мой Вайбер будет запущен в 9 часов вечера, в 23.00 вечера по Москве. И, соответственно, WhatsApp также будет запущен. И я буду готов к общению. В дальнейшем, если эта история зайдет, значит, по Вайберу, по WhatsApp, может быть, какие-то другие варианты кто-то предложит, отработаем эту схему. И это будет интересно в плане общения между коллегами. На этом все. Благодарю вас за внимание. И удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok